Всем привет! Антон Тошамото, АНК-сервис. Приехала Мазда CX-7 с небольшой проблемкой. По словам владелицы, ушло масло, она на щупе не увидела масло, доехала до автосервиса, до ближайшего. Ей долили 4 литра масла, чтобы появился уровень максимальный. Соответственно, где-то в моторе было всего лишь 2 литра масла. После этого она обратилась к нам, потому что у нее есть небольшие шумы на пуске. То есть, как бы фазовращатель или цепь, что-то подгримхает. Масло очень черное. Сейчас я покажу. Вот так вот выглядит масло на щупе. Не знаю, будет ли видно фотографии, попробую приложить. Также у нас, соответственно, в моторе под маслозаливной горловиной тоже все чернющие. Скорее всего, будем делать промывку. Для этого мы для начала проверим давление масла, проверим компрессию и, соответственно, будем уже знать, в каком состоянии мотор. Для того, чтобы померить компрессию, нам надо было снять вот здесь вот, закреплен такой пластиковый кожух большой. Вот он на двух клипсах, он снимается без проблем. Потом надо открутить вот эти два болтика, вот на 10, снять пластиковый кожух. И болтиками на 12 у нас прикручен, получается, сам интеркулер. Их три штучки. Два здесь и один вот здесь вот сзади. Потом мы отсоединяем шланги, которые подходят к интеркулеру, снимаем его. И дальше я уже покажу, как это выглядит без интеркулера. И также сейчас заведу машинку, покажу давление масла. Вот у нас обороты холостые, там в районе у нас получается где-то 900, что-то в этом роде. В итоге у нас в районе 2,5-3. Давление прям хорошее, нормальное. Ну вот снят интеркулер. Вот наши свечные модули. Снимаем разъемы, откручиваем болтики, выкручиваем свечи. И сейчас покажу замер компрессии позже. Первый цилиндр, он почти 12. Следующий. Второй. 12,5. Третий. Почти 13, там 12,5, даже чуть больше, ближе к 13. И в четвертом чуть-чуть больше 12. Выгнали Мазду на улицу. В принципе, компрессия более-менее нормальная. Давление масла у нас в принципе хорошее. То есть мы боялись, что из-за того, что было упущено масло, будут какие-то проблемы с насосом или что, потому что не хватало масла. Мы далили масло до максимума, прогрели полностью мотор. Вот показания. У нас охлаждающая жидкость 88 градусов. Вот холостой вход. Вот у нас манометр на масло стоит. Вот там. У нас где-то получается на холостых, где-то в районе полутора бара. 1,2-1,5. Вот. На оборотах. На оборотах. Как в мануале написано, при 3000 оборотах, при полностью прогретом двигателе, должно быть давление от 3 до 4,6. У нас в районе 4,5-4,2. То есть, как бы, скачет немножко, но, как бы, его не выловишь. Вот. Что мы теперь делаем? Для того, чтобы отмыть все остатки того старого масла, которое у нас было и сейчас залито, да, мы зальем 4 баночки димексида. И дадим поработать час. У нас сейчас уже установлен новый фильтр, потому что я его установил для замера давления масла. Потому что старый фильтр, тот, который я снял, я приложу фотографии, он был уже даже немножко смят. То есть, как бы, на нем очень долго ездили. Не знаю, почему упустила масло. Хозяйка тут, как бы, говорит, что год назад меняла, и было все нормально, потом резко ушло. Поэтому будем смотреть, промывать, что с ним будет. Заглушили вентиляцию. Вот. Заглушили вентиляцию. Сапун вывели в баночку, чтобы конденсат весь собирался здесь и никуда не попадал на двигатель, то есть, чтобы у нас опоры димексида нам ничто не разъели. То есть, как бы, и чтобы меньше им дышать. Все, сейчас залью, оставляем часок поработать, потом уже покажу слив масла. Посмотрим, что у нас. Решили час не гонять на старом масле. Погоняли полчасика с димексидом. Сейчас посмотрим, что будет сливаться. Вот. Ну, прям, очень грязная. Вон, на пальце можно видеть. Темнющая. Наглядный пример того, что происходит с фильтром. Один в один такой же фильтр. Вот, светленький, желтенький. А вот этот вот, уже отработавший полчаса. У него посложило уже бумагу. Он уже плохо себя чувствует. С него вытекает непонятная черная жижа. Вот. Так что, фильтр надо менять обязательно. Каждый раз, при каждой промывке. Это залог того, что весь этот шлам, лак и т.д. и т.п. Что может посесть на фильтре, оседает. И пускай оно оседает на фильтре и не идет дальше в систему. Это очень важно. Вот, что можем наблюдать. После получасов работы с четырьмя баночками. И учитывая то, что масло было уже насыщено всяким нагаром. То есть, вот эту стенку, я потом покажу фотографию. Вот за первый раз и уже стало чище. То есть, как бы уже видно работу. Там шестеренку чуть подмыло. Ну, фотографии потом будет начало и конец. А так вот, даже с первого раза видно уже стенку отмыло. Я фотку приводил, она черная была. Итак, приступаем ко второму этапу промывки. У нас уже залито свежее масло. Его залито 7 литров. У нас сейчас температура получится 86 градусов. При этом у нас давление получается в районе полутора. Сейчас мы заливаем 5 пузырьков. Глушим мотор, потому что тут разбрасывает степи. Заливаем 5 пузырьков, заводим. Даем поработать 5-7 минут, чтобы полностью прогрелось масло. Проверяем давление. Если давление не снизилось ниже единицы, тогда мы добавляем еще шестую. Просто по идее надо залить где-то 10% в димексиде. От общего объема масла. А здесь где-то 5,7 литра льется. Поэтому зальем 5, а потом посмотрим, если надо, добавим. Если давление не будет падать, добавим, чтобы лучше мылось. В итоге, получается, мы, когда прогрели мотор полностью, 15 минут прошло, мы посмотрели, что давление масла нормальное, и мы в итоге решили долить еще шестую бутылочку димексида. У нас в итоге получилось 6 бутылочек на 7 литров масла. Потому что здесь номинальный объем 5,7. И что я могу сказать? Масло, конечно, черное, но оно на просвет просто не вижу. Но уже просто на перчатке цвет не такой, не черный. То есть оно уже чуть-чуть имеет масляный цвет. То есть это уже не чистый уголь. Вот, а по поводу испарений вот этих, это испарения димексида. Они очень неприятно пахнут, поэтому проводить все работы следует только на открытом воздухе. Либо с очень-очень-очень хорошей вентиляцией, чтобы не получить отравление. Не, ну вот, теперь уже на тонкой струе видно, что хоть какой-то масляный цвет. Я не знаю, будет ли видно на камере, вот, в принципе, на струе должно быть видно, что уже какое-то подобие масла есть. То есть как бы это вторая промывка с димексидом получается. Вот. Димексид очень сильно проникает в кожу, и вообще он сделан для того, чтобы через кожу проникнуть в суставы. У него очень хорошее проникающее свойство. Поэтому работаем желательно в резиновых перчаточках. И если попадает на кожу, то сразу промываем. Это такая тема жуткая. Вот, смотрите, у нас масло. Вот это вот пятнышко, это от первого слива. Его растягиваем просто фильтром. То есть там гуталин. А здесь растягиваем уже на полтона светлее. И оно жиже само по себе. То есть как бы вот, я с него чуть-чуть выдавил. Вот. Оно жиже. И быстрее сходится. А это масло у нас более густое. То есть как бы оно уже видно, что в нем больше взвеси. То есть как бы, ну, мотор моется, видно. То есть как бы, фильтр опять тоже как бы, ну, весь в себя вобрал. То есть как бы, всю эту грязь, все это. Поэтому фильтр опять заменяем. Каждый раз при замене масла надо заменить фильтр. Вот. Что я еще хотел сказать. На втором этапе мы абсолютно все время на всем этапах прогрева масла контролировали температуру. Когда стала охлаждающая жидкость 101 градус, на предыдущем масле у нас было в районе 0,8-0,7 бара давления. А на этом масле, уже когда мотор чуть-чуть отмылся, масло, во-первых, и получше, и меньше в себя грязи вобрало. И оно держало где-то 1,1-1,2. То есть, как бы, это уже эффект, то, что масло при прогреве лучше держит давление. Ну, вот, Мазда постояла у нас ночь. Сейчас будем делать холодный пуск, потому что основной причиной того, что приехала клиентка к нам, было то, что машина при заводке имеет характерный для дизеля громыхания. То есть, как бы, как говорит, дизелить немножко. То есть, как бы, были посторонние шумы от ГРМ и фазовращателя. Сейчас посмотрим, как она на холодную будет. Попробуем запустить. Ну вот, запустилась она абсолютно тихо, абсолютно ровно. Давление масла на холодную, 5 атмосфер сразу. То есть, как бы, помытка помогла. То есть, как бы, фазовращатель помылся, помылить ли каналы натяжителя. И поэтому давление до него сразу доходит. И поэтому, сейчас до моего двигателя на высоких оборотах с димексидом. И все будет хорошо. Итак, третий этап. У нас залито где-то масло с переливом в 20%. Вот. Залито у нас где-то 5% от общего объема. димексид. Это 3 пузырька. Маслица у нас давит где-то в районе 2 килограмм. Масло сейчас где-то в районе 80 градусов. Вот. И теперь наша задача постепенно играться оборотами полторы, две, три тысячи. Так как мотор турбированный, выше трех тысяч поднимать не будем, чтобы турбина полностью не включалась в работу. Вот. И, соответственно, сейчас в течение 45-60 минут будем доумывать на разных оборотах. Где-то подержим на полторашке, где-то на двушке, где-то поднимем до трешки, потом спустим и обратно. То есть, как бы, будем немножко играться оборотами и промывать двигатель. Уже посмотрим после этого, какое будет масло по цвету, потому что второй слив масла был еще достаточно сильно темным. Третий слив масла после, соответственно, оборотов и трех с половиной пузырьков димексиды. Масло было с переливом с небольшим там в районе 20% от общего объема. на толстой струе не видно, но на перчатке видно, что масло уже светлее. Сейчас тоненькая пойдет, вот на тоненькой будет видно. Поднись и покажи. Тоненькая уже прекраснее. Вот тоненькая уже похожа на масло. Да, это уже получше. Вот после трех промывок результаты. У нас в первом цилиндре было 12, сейчас 13, даже чуть-чуть там 13 с небольшим. Сейчас померяем следующие цилиндры, посмотрим, что там. Вот второй цилиндр. Также 13, ну, чуть-чуть ближе там к 14, 13 с небольшим, то есть ровно 13. Решил показать, как в динамике замер идет. Крути. Тут получается ну, почти 13. И четвертый цилиндр. Видим, что также вот он, 13. то есть везде там где-то 13 чуть-чуть ближе к 14, где-то чуть-чуть ближе к 12, то есть где-то 13 плюс-минус там 0,1 получилось, то есть выровнялось до 13 во всех цилиндрах. Заключительный этап масла, это просто была промывка обычным маслом, просто для того, чтобы удалить остатки димексида из мотора. залили обычное масло, дали ему поработать часок, дали поработать и наоборотах, и так, по-всякому. Ну, сейчас посмотрим, что у нас сольется. Фильтр, при всем при этом, был тоже установлен новый. Не, ну, оно прям уже цвета масла. Прямо видно, хорошо, что оно прям светленькое. Да, оно хорошее, светлое масло. Особенно на тонкой струе видно, что оно уже на просвет даже желтое, не коричневая, никакая, но именно желтое на просвет. Поэтому будем считать, что помыли, обновили мотор, то есть, как бы, это достаточно хорошо. При всем при этом мы сразу после замера компрессии поменяли свечи, чтобы уже туда не лазить. И все. Будем надеяться, что машинка теперь будет на свежем масле ездить и радоваться. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите новое видео, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. А так, всем пока! Пока!